Мы закончили наш круиз по Индзи И теперь идем по крупнейшему городу Китая Чунцину Население Чунцина вместе с пригородами 30 миллионов человек Это впечатляет И вот нам рассказывают, что в городе очень разветвленный метрополитен Но несмотря на это давки и пробки Городу больше трех тысяч лет Он был когда-то столицей царства Ба Теперь нам показывают комплекс Хунгуанг Гильд Хунгуангская гильдия Кстати, эти городские ворота 17 века очень хорошо сохранились Как нам сказали, это Чайна-таун внутри Китая Перед зданием курильница, которая ужасно дымит С начала династии Цин с 17 века В Чунцин начинают стекаться переселенцы Из южных и юго-восточных районов Китая Бегут от голода, от войны И переселенцы из каждой местности Строят как бы свои культурные центры То есть возникают гильдии земляков И они строят себе общественные здания И вот здесь, например, давались представления китайской оперы Конечно, здесь скопилось много ценностей И во время Второй мировой войны А также и во время культурной революции Их прятали в подвалах А это старинные кондиционеры Мраморные круги для охлаждения воздуха в помещении Много скульптурных сцен, посвященных благотворительности Благотворительность тоже осуществлялась через эти культурные центры Причем помогали, конечно, преимущественно своим А узнавали их по специфическому акценту Помогали, в частности, с лечением целебными травами Помогали дать образование детям И тут же сцены сватовства На этой сцене до сих пор ставят пекинскую оперу В частности, оперу с мгновенной сменой масок Которую можно видеть в одном из предыдущих фильмов А это образцы Хуиджоу Уникального искусства резьбы по дереву Этого дракончика зовут Пищею Говорят, очень хорошо защищает от злых духов Здесь у них и музей, и выставка-продажа Драконы здесь во всех видах, от древних до сравнительно новых Дракон был императорским символом И нельзя было иметь изображение дракона без специального разрешения императора Вот здесь когда-то сплетались 9 драконов Но скульптура древняя теперь здесь меньше одного дракона В самом Чунцине живет 8,5 миллионов человек Чунцин буквально означает двойное торжество В 12 веке один из сыновей императора Сяо Цзуна Получил вначале титул князь-гун А потом почти сразу же титул императора Отсюда и двойное торжество Справа наш Адам, а слева руководитель соседней группы Во время войны с Японией, начиная с 1937 и по 1945 год Чунцин был столицей Китая Ну, точнее, провинциальной столицей Гаминдана Столицей генералиссимуса Чанкайши В 1949 году гаминдановское правительство эвакуировалось из города А вот это, видимо, официанты, которые такими танцами Привлекают внимание прохожих к своему ресторану Городской транспорт, включая такси, работает на природном газе И есть автомобили с электрическими двигателями Мы идем к здешней статуе свободы К монументу освобождения Первый временный монумент на этом месте построило еще гаминдановское правительство И монумент был посвящен первому президенту Суниоцену Этот новый монумент поставили в 1945 году в честь победы над Японией Но в 1950 году его переименовали в честь победы Коммунистической партии Между прочим, роликс И буквально рядом совершенно другой пейзаж Чтобы вы не думали, что в этом городе все так уж распрекрасно Но Лара все таки предпочитает снимать вот это Тут вот здание Apple И вот это Вот попробовала прицениться, но сразу же поняла, что эти цены не для нас Народ валом валит в Apple Откуда у них такие деньги, непонятно Все гораздо дороже, чем у нас Здесь Чунцинский художественный музей Но у нас, к сожалению, нет времени, чтобы в него зайти А архитектура очень интересная А возле музея всевозможные сумочки, кошелечки Но все это сделано из камня и все очень внушительных размеров Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы опять катим в аэропорт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok